В детских садах Магнитогорска в этом году появятся дополнительные 520 мест. Всё благодаря строящимся на улице Зелёный Лог и проезде Сиреневым дошкольным учреждениям. На прошедшей неделе родителям уже открыли возможность бронировать места в этих садиках. Как скоро в новые детские сады можно будет привезти ребёнка? На этот и другие вопросы ответит наш следующий сюжет. Три месяца назад Марина родила четвёртого ребёнка, долгожданного сына. Многодетная мама, как никто другой, знает нюансовые устройства в дошкольные учреждения. Поэтому всех своих детей Марина записывала в садик как можно раньше, в двухмесячном возрасте. Мои детки ходили в разные детские садики, потому что стояли в очереди. И хотелось бы, конечно, в один садик, в ближайший садик. Но куда подходила очередь, туда мы уже и шли. Потому что откладывать выход на работу тоже не хочется. Хочется зарабатывать денежки для любимой семьи. Проблема с нехваткой мест в детских садах по-прежнему остаётся острой для жителей самой южной части Магнитогорска. От улицы 50 лет, Магнитки и далее. В очереди из 400 человек, дети в возрасте до 3 лет, а также малыши, посещающие садик далеко от места жительства. Стали решить проблему в прошлом году в 137-м А и 147-м микрорайонах начали строить новые детские сады. Это будет у нас самый большой по мощности детский сад на 290 мест. 12-групповой детский сад. Помимо групп общеразвивающей направленности, у нас будут группы здесь компенсирующего вида для детей с задержкой психического развития и для детей с нарушением речи. Этот большой садик на улице Зелёный Лог станет отделением детского сада номер 70. Здание уже приобрело свои очертания. Строители сегодня заняты установкой окон, утеплением фасада и прокладкой наружных инженерных сетей. Учреждение, которое возбудит на проезде Сиреневом в 137-м А микрорайоне, станет вторым зданием 183-го детского сада. Оно сможет принять 230 детей и здесь будет предусмотрена группа для детей с сахарным диабетом. До сдачи объектов еще 8 месяцев. Несмотря на это, родителям сегодня уже открыли возможность занять место в строящихся учреждениях. За неделю в детский сад на Зелёном Логе записали 52 ребенка, в садик на Сиреневом 38 детей. При выборе учреждений родителям нужно ориентироваться на их номера. 70-й садик в 147-м микрорайоне и 183-й в 137-м А микрорайоне. Сейчас запись уже доступна через всевозможные удобные способы. Это через портал государственных услуг, это через образовательный портал Челябинской области, еду-74.ру. Это через многофункциональные центры нашего города и в отделе организации дошкольного образования по адресу улица Дружба 21-1. Новые садики пополняют количество дошкольных учреждений в Магнитогорском. Сегодня в городе 125 детских садов размещаются в 150 зданиях. Еще пять общеобразовательных школ имеют группы для малышей. В общей сложности дошкольные учреждения Магнитогорска посещают 29 тысяч детей. Елена Тимофеева, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН.